Так, мы что, мы прибыли тут на остров, да, вот этот замечательный Чернобыльский, и мы вроде как нашли очки и должны уже идти смотреть, что там, что там в этой локации. Господи, очки, конечно, божественные, прям, прям жестко. Что ты мне скажешь? Значит, очки позволяют видеть излучение? А, это курк. Да, курк. Я тоже в шоке. Такого не бывает в реальной жизни, но, тем не менее, это Сибирь, так что смиримся с этим. Смиримся, смиримся. Anyway. Так, у нас тут кто? У нас тут екол, я вижу, и... Это розетки. Вилки. Вилки, розетки. И что? Вилки. Для подзарядки чего-то, видимо. А, вот, собственно, вот это, наверное, надо перетащить. Да. Питания нет. Так, перетащить туда, нет? А, туда. Тут не все так просто, я поняла. Короче, нам надо, видимо, куда-то подать питание от кристалла, и надо вот эти провода как-то затащить туда. Смотрите, холодно. Прикольно. Ладно, тогда похожу, по-брожу еще где-то. Ты будешь бродить, женщина? Ага, все, вот так вот. Будет она бродить. Стоп, что? Стоп, я затупила. Я поняла. Обрубленный мост. Так, идем вниз. Пока все очень странно. Ну, в плане локация странная. Какой-то остров. Баранур, извините, а не какой-то остров. Чем будем здесь делать, непонятно. Ладно, тут я вижу, ничего нету, поэтому сразу по лестнице в этот парк. Да, беги, женщина. Беги быстро. Неужели мультик? А, это ее друзья, да, наверное, вот эти? Как его там зовут? Роджер? А, Оскар. Простите, Роджер. Кому что? Так, а если ему в сердце вставить? У тебя же сердце Оскара, и тебе мужик сказал, что если вставить, то там сохранится вся память и все дела. Ну? Ну? Мысль закралась? Ты услышала меня? Катька, давай. Флэш-медальон. Сердце. Понимаете? Оно в очень хорошем состоянии. В нем много важных данных из автоматона XZ2000. Очень важные данные. Почему я это помню, а она нет? Понимаете? В этой модели были объединены душа и разум. Так что вам не будет так трудно однажды вернуть себе своего друга Оскара. А что было бы, если бы мы не зашли в этот кабинет? Это вообще возможно, если мы услышали этого? А может быть, получится. А может быть, давай. Или мне предоставят эту честь, поставить сердце. Ну, конечно, мне. Да, естественно. Что это? Какая-то крестьяка какой-то. Использовать. Так мы должны сначала же как бы открыть в поезде. Без шансов. Ну да. Или ножом. Не так. Нож не понадобился. Подождите. Мне кажется, просто вот эту штуку надо открыть. Наверное. XZ2000. Серийный номер Оскара. Не все так просто. Короче, нам надо найти, соответственно, крестик, да, которым можно открыть будет Оскар этого. И у нас, ну, конечно, ничего нету. Крестовидного. Значит, будем искать. Блин. Надеюсь, ты говоришь не об этой штуке, которую нам надо искать часами. Найти способ вытащить кристаллы из песка. Вот такое у нас вообще задание. Ну, я как бы уже понимаю, что нам нужно будет питание. А вот вытащить кристаллы из песка я даже не знаю пока как. Так. Парк. Привет, Чернобыль. Можно зайти. Надеюсь, там не было прохода налево, и я ничего не пропустила. Что здесь? Какие-то посты есть. Охранные. Куча-куча листьев. Кстати, для заброшенного парка здесь довольно-таки убрано. Либо кому-то было лень рисовать, либо еще что. Так, Катька. Давай, иди куда-нибудь. Найди мне что-нибудь. Иди туда. Не знаю, куда. Найди то. Не знаю, что. Ой, какая страшная морда. Ну, капец. А вообще, я что, смогу ходить по всему парку? Надеюсь, мне не придется ездить на этих американских горках. Очень уж надеюсь. Так. Здесь есть что-нибудь потрогать, полапать, где походить? О, эти 3D-развороты камеры. Слушайте, даже здесь этот осьминог есть. Это даже как-то уже странно у них, культ этих осьминогов. Ну, спрултов. Не знаю, как правильно сказать. Смотрите, мы сейчас без билета, да, пройдем? Или не пройдем? Ты не хочешь идти без билета? Зараженная зона. Нам туда нельзя, что ли? Весь баранур радиоактивен. Караван по нему не пройдет. А если найти большой пропеллер какой-нибудь, вентилятор и согнать радиацию? Я знаю, что это так не работает, но мало ли. Мало ли. Значит, туда мы не пойдем, так как я вижу ту радиацию. Значит, мы разворачиваемся и ищем что-то другое. А что, мне пока непонятно. А, здесь был вход в здание. Ёлы-палы. Так бы и не заметила, если бы с той стороны не подошла. И что я здесь нажала потрогать? А, вот, подождите, Катя. Вот это есть камень. Скомканная записка. Окей, почитаем. Кто-то поломал тут голову. Над чем? Над чем поломал? Стоп, записка. Мне кажется, ее надо читать. Так, джей-джей-джей. И где наша записка? У меня уже куча всякого барахла. Вот. Записка, собственно. Йоу. Читать. Странный набор дат и скоростей в метрах в час. Большинство зачеркнуто. Они помечены инициалом К и А, а также римскими цифрами 1 и 3. Похоже на примерный расчет того, как остановить движущийся объект определенной точки. Что? Это... I have no idea. Ну, раз зачеркнуто, значит, нам это не подходит. Ну, ладно. Когда что-то будет двигаться, я к этой записке вернусь. И наверняка я пойму, что к чему. Неужели вот эту вагонетку... Кто-то поломал тут голову. Это же, ребята. Это же вот и есть это колесо. Твою колесо. Американские горки чертовы. Блин, так мы что, будем запускать отсюда... Какой-то вагон и ловить его, судя по записке? Блинский блин. Вообще меня это не радует. Ну, ладно, пойду еще посмотрю, что там вообще есть, в принципе. БК я нашла только записку. Это вообще не радует. Так, где здесь лестница? Спускайся. Капец. Капец, меня это не радует. Не хочу ничего останавливать. Считать. Господи, я вообще не по этому поводу, не по подсчетам. Здесь можно зайти. Вот это я остановилась. Удачно. О, здесь уже, слушайте, поинтереснее, кстати, будет. Посмотрим. Ящик это хорошо. Эмблема Форальберга. Ганн ставил ее на все свои изобретения. Угу, поняла. Что? А почему нам открылись... А, потому что мы на них остановились. Ножом, как обычно. Без шансов. Я пыталась. Шарфом. Это не сработает. Окей. А если сердцем? Если Форальберга? Попробуем иначе. Короче, не этим всем. Я поняла. Но попытка не пытка. Здесь что? О, это карта парка, да? Это с какими-то этими... Тут что-то помечено. А, вот тут мы и записку, да, нашли с этими 2, 3... 15 плюс 25. Вот это вопрос. Вот это непонятно. Короче, точки, где можно ловить эту вагонетку. Что он там пытался делать? Он пытался разогнать... Во-первых, кто пытался делать? Во-вторых, зачем? Я пока ничего не понимаю. Наверное, мне сначала надо все-таки разобраться с кристаллом, подключить электричество, а потом уже возвращаться ко всему этому... бреду. Так, сюда можно зайти. Но я пропустила тут какую-то еще точечку. Вот эту вот. Смотри на точку, Кейт. Ага, тут клешня есть. Так, выкидываю, выкидываю. Шестеренка. Окей. Я не знаю, зачем нам, но... А, подождите. Нет, это выход. Я думала, там можно плакатик посмотреть, но это выход на самом деле. Ух, черт. Ладно, иду сюда. Не знаю, куда. Верьте, это выход был? Откуда я вышла? Я сюда и зашла? Подождите, нет. Я сюда не заходила. Какая-то интрига пошла. Так, сюда что-то есть. Я починила? Нет. Это не то что-то. Может спуститься, подобрать там части какие-то? Или это потеряно навсегда? Хм. Пока не понимаю, зачем нам вся эта дорога, все эти вагончики. Так, этот можно посмотреть? Давай, смотри, только не сбрасывай. А, вот я пришла к другой стороне от кристалла. Еще один вставший автоматон. Окей. С помощью этой лебедки можно отбуксировать кристалл. Серьезно. Кристалл. Кристалл. На маленькой машинке. Кристалл. Корабль. Огромный. Катя. Даже я бы до этого не додумалась. Это вообще как называется? Господи, как она жестко. Чего она решила, что это можно отбуксировать вообще? Хурабора какая-то. Оно, у меня есть шестеренка. Почему она решила, что это логично? На каком месте я с ней разошлась во мнениях, черт возьми? А вы чувствуете логику? Да, она у нас слишком логичная. Ну, блин, я вообще не понимаю, как можно кристалл... Блин, тут не видно кристалл. Вот этим отбуксировать. Мне кажется, куда-то мы пошли не туда, в своей логике. Что, взять можем? Возьми хоть что-нибудь. Маленький ключ. Окей, и мы теперь сможем открыть шкатулку, которая в том... В том лежит. Лежит в том. Просто лежит в той комнате, короче, из которой мы пришли на самом деле. Так, а здесь, если я похожу... А, ну, в принципе, я сюда могу зайти. Ну, это тоже парк. Я, наверное, пойду лучше в ту комнату и открою... Тихо, тихо, женщина. И открою шкатулку, потому что, походу, это подвинет нам немножечко сюжет. А сюда мы не можем пройти? Катя? Катя не хочет туда идти. Тогда за шкатулкой. Хотя мне пока вообще не понятно, что мы делаем, зачем мы делаем. И как можно отбуксировать кристалл этой фигнёй? Это же просто Unbelieve, бру. Unbelieve был. Так, и ключ сюда. Это было на самом деле легко. Ну, с ключом. Он прям валялся на полу. Всё, крутим? Не крутим? Всё. Что из этого нам надо взять? Вот этим ключом мы и откроем Оскара. А тут больше... А, ещё можно что-то взять? Инструменты Форальберка. То, что надо для ремонта автоматонов. Вот это он запарился, конечно. Ну, всё, здесь больше ничего нельзя взять. Тогда я иду к Оскару. И чиню его. И он, наверное, мне скажет какую-то очень умную мысль. Которая мне поможет решить этот квест. Которая, я не знаю, чего касается. То есть, я пока делаю то, не знаю чего. Знаю только, что меня надо Оскара починить. И с помощью маленького трактора передвинуть огромнейший корабль. Ну, это так. Это прям логично было бы. Нас мультик. Вы посмотрите. Может, мы здесь ещё и не одни? Ну, почти. Что происходит? Опасная зона. Отчитать. Ну, судя по тому, что они пришли мне прям делегацией, то, мне кажется, надо спросить, что происходит. Что происходит? Курка, что ты тут делаешь? Я увидел, как ты ходишь без вреда для себя и разрешил Юколом сойти на берег. Я должен показать тебе кое-что, Кейт Уокер. Ну-ка, рискни. В чём дело? Это важно? Идём же, мисс Кейт Уокер. Идём. Хорошо? Эх. Чего они хотят показать? Слава богу, здесь нет мёртвых людей. Вот это прям спасибо. Под гнилым асфальтом лежит священная тропа. Мисс Кейт Уокер должна скорее вывести страусов, чтобы Юколы отправились в путь. Они думают, это так легко. Я понимаю, что вы хотите в точности соблюсти древние обычаи. Но везти сюда караван равносильно самоубийству. Весь проспект сильно радиоактивен. Не болтайте, мисс Кейт Уокер. Это воля духов. Видели, она меня заткнула? Мисс Кейт Уокер видела, что бывает, если не слушать духов. Но... Курт сам объяснил. Но... Не знаю. У меня сейчас голова занята тем, как отремонтировать автоматон, чтобы вытянуть кристалл. А уже потом я буду искать другой путь. Держитесь пока безопасных зон и будьте осторожны, ладно? Какие-то больные они люди. Ну, в плане вот эта шаманка, но совсем какая-то непонимающая. Хотела сказать, как и тетя Люся из деревни, но так оно и есть, походу. О, здесь что-то новое? А, это просто еколы. Начали тут бегать. Ух, наводнили тут, блин, все. Как я теперь буду разбираться в своем пути? Я теперь не знаю, куда идти и откуда я пришла, блин. Так, чиним этого автоматона, мегатрона, не знаю, старую машинку. Господи, если он сейчас живет, он, наверное, будет таким жутким. Я просто никогда не видела этих Оскаров. Не знаю, как они двигаются, но мне кажется, будет прям жесть. Ну, повернешься? Ага. Открывайся. Выглядит легко. Сломался. Логично. Ну, как мне... А, она сама. Окей, она сама открутила сердце. Ой, вставляй и с богом. Надеюсь, это не будет так жутко, как... Просто не будет жутко. Все. Надо зажать что-то. А, оно что-то открывается. Подождите. Как обычно, великое управление. Я не понимаю. Подождите. Можно приблизить как-то, нет? Да, блин. Это бесполезно. Как вы играете в эту игру с таким управлением? Да мать твою. Я как-нибудь открою эту штуку? Пожалуйста, откройся. Сейчас в левую сторону. Это пипец. Я на второй моник даже залажу. О! Пипец. Как вот это сейчас тыкать? Подождите, ладно. Я лучше с этого начну. Как вообще? У меня все. У меня упирается вверх экрана. Да вы издеваетесь. А, приблизить можно. Наконец-то. Использовать. А что использовать? Блин, ты откроешься, нет? Нет. Блин, они не откроются, потому что оно завинчено. Аналогично. А, вот эту штуку я встала уже, нет? Подождите, я встала провода? Поэтому оно и приблизилось, да? Правильно? Правильно, да. Теперь как бы мне открутить, так это хорошо, а? У меня ничего нету. А, подождите, есть. Гаечный ключ. Ух, нифига. Крутим. Хотя бы крутится успех. Ой, вот делать мне нечего, кроме как в игре этим заниматься. Ну ладно. Еще раз. Я помню эти замки. Ими активировались все изобретения Ганса. Ну, активируй. Так, осталось найти нужный ключ. Ладно, хорошо, найду. Так, здесь ничего нет. Надеюсь, ничего нет. Если я буду ходить... Стоп, сюда можно пойти. Лестница. Хм, я нашла новую локацию. Что здесь? Ой, могу что-то взять. Палку. Телескопический пруд. Вот им я и смогу забрать, подключить все. Я им иду на корабле. На корабле. Возле корабля. Наверняка я теперь смогу вот эти вот шнуры как-то туда снять. Сейчас, сейчас добегу. Сейчас, сейчас, сейчас. И, конечно, вот эти вот... То, что валяется, конечно, не очень прикольно выглядит. Но, слава богу, не люди. Хотя, там по истории якобы валялись люди. Ну, как валялись люди? Роботы пошли спасать людей. И никто не вернулся, потому что капитан оба свалил. Вот, поэтому где люди, я так и не поняла на этой зараженной территории. Так, я с ним говорю. Не волноваться. Я быть рядом. Да, можешь сам вот эту вот штуку закинуть. Так, я достану вообще или нет? Мне кажется, она какая-то мелкая. Нет, достану, смотрите. Тогда не так уж сложно. Тогда я запущу, значит, электричество. По идее, и это запустит американские горки. Я там буду что-то ловить. Миски и твак, нужная помощь? Да уже нет, спасибо. Эээ. Эээ. Лака, лака, лака. Слишком опасно. Спасибо, но не стоит. Я хочу подать электричество в парк, но не хочу, чтобы вы пострадали. А вот меня можно фигачить с током. Мишки и твак, думаете, что Бурут глупый? Я идти привязать электрические веревка. Хорошо. Спасибо за помощь, мистер Бурут. Серьезно. Сам пойдешь. Восстановить электропитание кристалла. Да ты нифига не сделаешь. Да не пойдешь же ты. Вот я кинула тебе эти кобеля, и все, и ты сидишь. Вилки. Ну? Ты кинешь, мужик? Я пойду кину, и стоит. Куришь? Что творит? Иду зажигать лодка. Использовать время, чтобы привязать волшебная веревка. Подождите. Что ему надо? Может, друг ему нужен? Ты почему не это? Там же три штуки. Идешь зажигать лодка. Использовать время, чтобы привязать волшебную веревку. Надо завести кристалл. Надо его, типа, завести. А он в это время, короче, все вторгнет. Вот, я поняла. А что такое вздымление? Здесь что-то случилось? Как-то слишком дымно. Здесь что? Что, она наверх пойдет? Ай, иди. Или куда? Да, пойдет. Подождите. Она сейчас сделает мне то, что я хочу? А музыка? Что-то на еврейскую похоже немножко. Но, смотрите, все получилось. Он не соврал. Господи, этот парк лучше не стал. Он стал хуже. А ты его. Жуть какая, а? Я так понимаю, нам сейчас будут доступны новые возможности. Но теперь стало как-то... Жутковато. Жутковато. Да. Мне это не нравится. Ой, не нравится. Хорошо, что там есть куча экол. Так бы я туда не пошла. У тебя очки, блин. Что случилось? Ой. Что, что-то случилось? Привязать веревка хорошо. Но вы в следующий раз говорите, Бород, когда возвращать волшебство. Ты дурак. Простите, пожалуйста, мистер Бород. Он мне сказал, ты думаешь, я дурак? Лизки твока. Хорошо, Бород сильный, как старый мамонт. Ты понимаешь, что ты в резиновых сапогах стоишь? Сто пудов поэтому. Ладно, я иду обратно в парк. Что это? Что это было? Мне кажется, там не екол был. Ой, не екол. Там был обычный человек. Так, я за героиню пытаюсь вообще думать, но чуть не очень получается. Сейчас посмотрим, что нового. Что нового? Наверное, в ту дверку я пока не пойду, поизучаю парк. Хотя здесь, наверное, куча екол будет. Ах ты, ё. Так ей зашибить-то можно, человека. А она добежит. А, подожди, там еколы катаются. Вы что, прикалываетесь? Блин, её зашибёт. Ну капец. Так, здесь, наверное, нельзя ничего такого посмотреть. Опять еколы и кола. Ты серьёзно? Ты и тут разлёгся? Куда ты пошла? Я с еколой хочу поговорить. Не беспокойтесь, мискейт-уока. Еколы берегутся злых духов. Ох, эш, эти еколы. Так, а что у нас здесь было вообще, в принципе, там? Ох, чувствую, нам этот парк прям тяжело дастся. Так, ну иди сюда, наверное. Так, а здесь что? И настало бы, да? Мы никак не можем залезть, ничего сделать. Эта игра становится ещё страннее. Так, подожди, Катька, ты не хочешь так идти? Я попробую тебя направить на путь истинный. Вроде бы. Если камера повернётся, будет хорошо. А то я не вижу, куда я иду. Вот, отлично. Так. Я пытаюсь мыслить, но пока идей ноль. Сюда могу пройти? Нет? Это тупик, я не понимаю, это забор? Он так нарисован, что я нифига не соображаю. Пипец. Ладно. Здесь наверху нечего потрогать. Здесь, наверное, тоже. А, ну вот, собственно, колесо. А что колесо не запустилось? Было бы хорошо, если бы да. Я что-то нашла. Лестницу. Окей. И что здесь? У меня есть шестерёнка. У меня есть шестерёнка. Значит, мы сейчас запустим колесо, да? Просто. Нет? Да. Окей. Дальше что? Вернуться? Всё, я отсюда вышла. Где моя мышка? Вот. Как нет-то? Так, собственно, вот ещё кнопочка есть. Угу. Запустили. Это отлично. Я думаю, что отлично. По крайней мере, я куда-то иду. Куда-то двигаюсь. Я не знаю, куда, но всё же. Так. Оно делает один оборот. Запомнили? Запомнили. Это нам, наверное, ещё пригодится. Спускаюсь тогда. Так. Покажите мне карту. Где колесо? Ага. Колесо я вижу, но оно мне особо ничего не даёт. Ну, в плане. Я думала, на нём будет какая-то точка. На нём нет никакой точки. Ох, что бы это значило? Я, наверное, куда-то не дошла. Я сделаю по-умному. Я сейчас сфоткаю эту карту. У меня же её не будет, правильно, в этом, в инвентаре. Я не могу её никак забрать. Угу. А, только, смотрите, записка есть. Давайте-ка я ещё записку о краске посмотрю. А, ничего. На точке 3 что-то 15 км в час, 25, зачёркнуто, 35 км в час. Короче, никто не пробовал, я так понимаю, скорость 35 км в час. Мне надо её поставить. Или 35 умноженное на 0,6. Надо ставить скорость. Нифига непонятно. Там ещё написано 15 плюс 25. Вопрос. Пипец, вообще нифига не понимаю. Так, женщина, отклони голову, мне надо сфоткать. Чтобы не бегать сюда 300 раз. Это гениально, да, сфоткать с игры карту? А, я всегда так делаю. Как-то сюда мы можем, наверное, пройти. Должны, по крайней мере. Вот, можно, дверь открыта здесь будет. Нет? Кать, куда ты убегаешь? Закрыто. Ну, раз закрытый, то расходим ещё, пацаны. Блин, а другого способа нету? Так, что-то нашла. Металлический пруд. Кто мог такое натворить? Натворить что, простите? Кстати, очень тупо, что радиация, блин, тупо за забором. А что натворить? Я не поняла. Типа, не уходить из-за зоны радиации? Очень странно. Так, а зачем нам этот пруд? Кто-нибудь мне скажет? Наверное, что-то цеплять. Вот, дверь. Дверь открылась. Короче, пруд нашли, и сразу дверь открылась. Всё-таки я на правильном пути. Мне кажется, я пришла в очень жуткое место. Ой, мне кажется, да. Я пройду? Парк должен быть там, позади. Не нужно пройти. В смысле? Подожди. Никак не пройти. А что ты предлагаешь? Парк должен быть там, позади. Никак не пройти. А ты, наверное, просто нам посмотрела, что Юколом сюда не пройти. Правильно? Наверное, так. И что, и всё? Мне выходить отсюда? Очень странно. Я думала, мы можем как-то наверх подняться здесь и посмотреть. Судя по карте, там есть какая-то точка наверху, где мы должны ловить штуку от американских горок. Пока странно, пока странно, я не понимаю. Давай, Катька, заходи. Самое забавное, что сердце останется до конца игры, хотя оно в Оскаре. Да? Прикольно. Кто так поломал тут голову? Я сейчас, блин, сама буду ломаться. А, вот приехала, да, вагонетка. Новая. Её здесь не было. Ну-ка, с номером три. Ну и разгоняйся до этих... До сорока. Не можешь? Ё-о-о. Серьёзно, металлический пруд. Вот серьёзно, да? Я не понимаю. Подождите. Я не понимаю. Может, надо сделать, чтобы она не разгонялась больше, чем какой-то... Воу-воу-воу. Стояночка. Стояночка. Сейчас разберусь. Подождите. Ну, и... Не меньше сорока нам надо, правильно? Невозможно. Ой, стоп. Прут. Правильно? Стоп. 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 Я, конечно, гений, но не настолько. Там просто было написано 25 плюс 15. Я только на это и смотрела. Ай, где это было написано? Да вообще на карте было написано. А вообще 35 километров в час, 35... А почему на 0,6? А почему 35 на 0,6? 15 он попробовал. 25 кто-то попробовал. Да. Не попробовал только 35. Почему 35 на 0,6? 21 ставит 35 или не меньше 40. Давайте 21. Давайте 21. А подождите, нет, вернуться. Я предлагаю 21. А как мне поставить, если я только в 20 могу попасть? И не могу, подождите. Или не могу. Сейчас посмотрим вообще, что мне доступно. А то, может, я выпендриваюсь, а на 21 не могу поставить. А можно как-то запустить эту фигню? Нет? Ну, 3. 3, это я понимаю. Где педалька? Есть запуск. Как это происходит? Блин. Как мне поехать, ребят? А ну вот она на 21 и будет. Как мне поехать? Что ты забыла? Катька. Что ты забыла? Так, ну здесь же ничего... Так, стоп, 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 вижу. Стоп. Стоп. Металлический пруд. Я уже не могу правильно здесь ее поставить. Может, ограничитель скорости им просто нужен был? Нет. А может, да? А может, да? Как ты работаешь? Рычаг. Поделись секретом успеха. Нет. Ладно, на 35 ставлю. А какие у меня вообще есть? Они одинаковые? Ну да. Окей. Я поставила? Да, поставила на 35. И что? Ничего. Должно быть, я что-то забыла. Что, гугл? Ну, может быть и гугл. Ставь скорость на максимум, втыкай прутье, куда надо, и отпускай тормоз стояночный, который... Человек справа. Подожди. Еще раз. Ставь скорость на максимум. Это скорость на максимум. На максимум. Втыкай прутье, куда надо. На 35 и на 40. 40. И вниз. Нифига, поехали. А что будет? Я умру? Пока не страшно. Она сейчас разгонится и вниз. Так фигак, я знаю, я знаю тебя. Я знаю, она сейчас разгонится. Ой, я не люблю такие штуки. Ой, не люблю. Ой, не люблю. Что не так? Я застряла? Мне надо переставить что-то. Я доехала в какую-то точку, ребят. Господи, какой урод. Я не могу. Я доехала, короче, в какую-то точку с карты. Мне в этой точке надо что-то сделать, наверное. Нет? Или газануть. Этот счетчик, похоже, показывает, поднята ли пружина механизма. Еще раз. Этот счетчик, похоже, показывает, поднята ли пружина механизма. Какая пружина? Какого механизма? Круто да... А, сейчас ты угадала. А, там что-то ничего интересного. Там что-то было. Что, опять? Опять? Это что? Это... Это точка один? Это что? Мне надо ставить обратно пруд? Давайте я попробую в двадцатку поставить. Наверное. И посмотреть, что будет. А вдруг я не ошибусь. Сюда, значит, да? И вот это убрать надо. Он поехал чисто потому, что... Ну, меня жалко, или потому, что я правильно сделала. Ну, если он в любом случае должен был при любой скорости ехать или нет. Я не успеваю нифига посмотреть. Окей, я где? Я где? Я где? Я в башне наверху. Блин, как люди здесь без карты? Я не понимаю. Ты же импасси, бро. Какая молодец, что карту сфоткала? Вот. У меня тоже... Эта фигня третий раз за все стримы спасает. Черт, простите. Я смотрю просто этот... Карту и нифига не понимаю, где я. В какой-то розовой фигне в окошечках. То ли мне до 25 скидывать, то ли что... А я вообще могу кобыл поднять? Мне просто надо вынуть пруд. Короче, вынимаю. Все. Вынимаю пруд. Я не знаю, где я. Сейчас, может, пойму. А, стой, стой, стой. Интересно. Очень интересно. Ну, блин. Нафига. Почему ты проехала мимо? Черт. Эта игла должна быть соединена с пружиной механизма. Какая игла? Стой. Какая игла? Какая пружина механизма? Женщина, ты о чем? Если взглянуть на скомканную записку, то вы увидите правильную формулу. 25 плюс 15. Ну. Установите один металлический пруд в отверстие напротив числа... Твою мать. Это не 40, а это реально отдельно 25 и отдельно 15. Вот ты же, блин. Вот это гений, я понимаю. Ладно. А 15-то где мне вставить здесь? Да, это 15 затертая такая. Ах ты же, блин, ребят. Вот это косяк. Путают нас, путают. И 25. Ну, вставили. Хорошо. Едем? Окей. Во. Так, сейчас куда мы приедем? Мы без остановок едем, да? Нифига. С остановкой. Так, этот вытаскиваем и дальше, да, ездит? Сейчас остановимся там. Нет. Вида. Нет. Остановимся. Окей. Могу выйти. И, 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 и... А это обратно, да, сесть? Нет, подождите. Я боюсь обратно. А, просто вниз. Просто вниз. Окей. Что у нас здесь есть? Выход. Я так понимаю, мне надо как будто будет... Это, походу, есть какая-то, да? Это станция. Подождите. Блин. Метро на московское похоже, кстати говоря. Исторический центр. Бла-бла-бла. И. И, и, и. Как вот вообще... Кейт? Вот мне интересно. А, я понимаю, что игра. Есть игра. Но, если бы мы были в реальной жизни, и я была бы Кейт, ну, или любой из вас был бы Кейт, как бы вы поняли, что вам надо по этим вагонеткам ездить? Это же, ну... Какая в этом логике? Логика. Господи, чего я так сильно оговариваюсь сегодня? Я думаю, никто бы не додумался вообще этим заниматься. Все бы пошли просто в обход. Не то, что даже радиации. В обход этого парка. Провели бы юколов, и на этом бы закончили. В принципе. Стоп, 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 стоп. Тут какие-то две штуки. Нет, сначала вот это посмотри. Как мило. А это, случайно, не юкольская фигня какая-то? Очень похоже. Что здесь есть? Она пока дойдет. Зона более-менее безопасна. Это для радиации? Наверное. Еще здесь что-то есть. Цветы? Серьезно? Еще свежие. Андрею, стойкому солдату. Так, а здесь... Ну, кажется, там кто-то живет. Это же понятное дело. Фу, грибы выращивает. Грибы? С ума в шоке. Фу. Смени шампиньоны, это какая-то фигня. Ладно. Сюда, да, заходим. И... Неплохой домик, кстати, да? Мой Андрей. Что за Андрей? Автоальбом. Окей. Что за Андрей? Нормально так лазить по чужим вещам? Ножом? Попробуем иначе. Не знаю, платком. У меня есть еще гаечный ключ. Невозможно. Ну да. Вот, пруд остался. Да ты гонишь. Так у меня ничего нету, чтобы открыть твой шкаф. Ключ нужен, но где мне его достать, пока непонятно. А, здесь еще что-то есть. Комната настоящего подростка. Подростка? Тут же Андрей живет, нет? Блин, кто такой... Кто такой Андрей, ребят? А. Ты кто? Ты что тут вообще забыла? О, эээ, привет. Ничего себе. Прости. Это ты, что ли, мою тележку стащила, прошмандовка? Мне из-за тебя пришлось дичь по путям. На собственном горбу тащить. Блин. Звук спогонился. Так, мысли. Когда женщина ее размеров злится, женщине моего размера лучше отступить. Ха. Логично. Сама ты прошмандовка. Извинись. Простите, мэм. Я тут сопровождаю племя, и мы пытаемся покинуть парк. Я подумала, что тележка ничья, а нам пригодится. Я не хотела вас обидеть. Хм. Надо было по сторонам посмотреть. А то кому ничья, а кому и чья. Так, она здесь выжила? Наверное, 20 лет зажила, что ли? Серьезно? Ох, этого еще не хватало. Собака сейчас сдохнет, да? Ужас. Пристрели ее. Так, малыш. Мама тебя мигом поставит. Там бровь такая, типа, че? Пома... Пом... Помощь? Для чего этот ключ? Что там написано? Для парковых автоматонов. Если их время от времени не подзаводить, бедняжки становятся все нервные. Даже злые. И к тому же ломаются. Вот. Подождите, это она за дичь нашла? Я правильно все вижу? Я не ослепла? Ну, пипец. Ты серьезно? Я вас не задерживаю. Да подожди. Представится. Сразу просить ключ у нее не стоит. Надо сперва ее к себе расположить. Ну, особенно, если ты пыталась по шкафам у нее шариться, то да. Как раз то, что мне нужно, чтобы отремонтировать Оскара. Нужно его заполучить. Ну и... Давай ты реально представишься, да. Лучше представься. Блин, да там медведь, походу. Дичь нашла, да? Я, честное слово, совсем не хотела вас обидеть. Позвольте представиться. Кейт Уокер. Я сопровождаю племя Юколов в их переходе в священные земли. А кто вы? Американка. Как это было понятно. Точно, точно, сразу видно. Глазам поверить не могу. Настоящая американка. Позвольте представиться. Старший сержант Катерина Викторовна Дроздолова. Золотой призер Московской Олимпиады по стрельбе. И вдова лейтенанта Андрея Григорьевича Дроздолова. Ветерана-артиллериста и чемпиона по фигурному катанию. Приятно познакомиться, Катерина. Похоже, мне вас привидение пошлоло не иначе. Вы мне не одолжите вот этот ваш ключик. Он мне нужен, чтобы отремонтировать автоматона, без которого нам боюсь. Не удастся продолжить путь. Гладко говорите, милочка. Как по писаному. И смелости вам не занимать. Но вот ключ этот... В смысле, разозлилась, да? И почем я знаю, может, ты со своими коротышками из этих охотников за наживой, которые копаются в мусоре в поисках золота, наплевав на радиацию. Я уже дробью их припугнула разок. Так сходила бы со мной, я бы завела этого автоматона и все. Уютная обстановка и я настаиваю. Слушайте, а зачем лгать у нее? Действительно уютная обстановка. Ну, кроме медведя, которую она притащила. Она на вид вся такая невозмутимая и, похоже, очень строгих правил. Попробую этим воспользоваться. Айда ну. Я настаиваю, наверное. Ходить вокруг да около нет времени. Мне нужен этот ключ активации. Я вас не задерживаю. Я не суть, что нет времени. Просто, ну, какого черта. Я настаиваю, короче. Простите, что настаиваю, Катерина. Но ваш ключ нам с юколами жизненно необходим. Мы просто не можем ждать. Скажешь тоже, американка. Она оскорблена в вашей грубости. Я тут уже сорок лет торчу. Сорок лет? Но разве все выжившие не уехали после катастрофы? А почему сорок, если двадцать? Он был такой собранный. Он сообразил, что завалы на входе сохранят воздух чистым. Пропустилась полдиалога. Увы. Его уже было не спасти. Ваш муж облучился? Да. Что не так с игрой? Мы оба получили дозу радиации. Но мне ничего не сделалось. Я все видела. Повезло, похоже. Или, может, иммунитет у меня оказался к этой дряни. Как бы то ни было, я выжила. Что вообще произошло? И с тех пор вы не пытались добраться до Вальсиму? Что с игрой? Говорят, всех выживших там отправили в больницу. И больше их никто не видел. К тому же у меня здесь есть все, что нужно. Свой дом рядом с моей мандрюшей. Собака и дичи вдоволь. А вы пока со своими дикарями запасайтесь, чем можете. За морышем тоже есть надо. Жесть. Если честно, мы спешим. За нами гонятся. И без ключа нам никак. Ладно, ладно. Держите. Только берегите его, ясно? Конечно, Катерина. Спасибо за ключ. Открытое достижение, я легенда. И еще кое-что. Вы сказали, что в метро воздух чист. По туннелям можно выйти из города? Логично, что да. В пути за моим вагоном выведут вас из Баранура через станцию, Олимпийский стадион. Это конечное. Там не только радиации нет, но еще и свет есть. Чуть ли не единственная работающая электросеть в городе. Только будьте осторожны. Там трубы прорвало и несколько туннелей затопило. Короче, мы нашли путь. Путь, и мы должны сказать об этом курку. Спасибо, Катерина. За все. Ориготогозаймас. А, это кабан. Какой-то он странный, это кабан. Завершите починку авто... Автомата? Подождите. Автомата. Нормально? Блин. Это, конечно, да, жутко. Мне кажется, он двухголовый. Вот это у них представление радиации, конечно. Ну, ладно. Что, мы идем к этому? Автоматону? Я не знаю, зачем нам сказали, что мы прокачиваем автомат, но тем не менее. Автоматон. Идем, 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 идем. Правда, я не знаю, как нам туда добраться... Стояночка. А как мы сюда проведем всех еколов? Как? Кто-нибудь мне об этом скажет? Может, надо как-то какие-то развалы разобрать или что? Там же куча этих страусов и прочего. Они уже не дойдут вверху по вагонетке? Значит, есть какой-то другой способ. А, вот, вот, собственно, и этот способ. Фарк должен быть там, позади. Да, да, да. А вот, собственно, как они здесь пройдут, я не знаю. Мы же не будем это взрывать, правильно? Через пять минут... Где детонатор? Где динамит? Блин. Как-то надо придумать, каким пройти сюда. Наверное, может быть, еще порешаем этот вопрос. Ой, да, очки обязательно. Ну, давай, давай, иди, женщина. С этим порешали. Сейчас пойдем только починю автоматом. Может быть, это также решится на пару с кристаллом. Так, вернуться. Я уже начинаю привыкать к этому месту. Я уже начинаю тут шарить. Это хорошо. Ой, а вот и кур, кстати говоря. Откуда не знали, что я именно здесь? Какая-то подстава. Что нового, Кейт Уокер? Ой, ну и к чему? Похоже, мисс Кейт Уокер нашла время развлекаться. Я видела двухголового кабана. Аправдаться, игнорируется, возразить. Вообще-то возразить. Я тут пашу, они тут ходят. Я не просто развлекалась, айваска. Что-то я не люблю этого, айваска. Получно вывести караваны с города. Не сердись, Кейт Уокер. Это проклятое место слегка нервирует юголов. Что-то узнала. Итак, мы пойдем через Митрук. Там чистый воздух, а через последнюю станцию мы сможем покинуть город, оставаясь на священном пути перехода. Куда выходит станция? В какой-то спортивный комплекс. Олимпия, что ли? Олимпия. Земля мучеников. Что? Ты молодец, Кейт Уокер. Я не знаю, чтобы юголы делали без тебя. Вот Курк молодец. Сначала нужно вытащить кристалл на пляж. Поняла. Чем тебе помочь, Кейт Уокер? Ой. На тележке ваши здоровые страусы до метро, конечно, не доберутся. Юголы могут рассчитывать завалу входа на станцию, пока я занимаюсь кристаллом. Я это не знала. До встречи, Кейт Уокер. Я так и знала, что мои расчеты верны. И я оказалась права насчет всего. Маршрут миграции, племя Олимпия. Давайте маршрут миграции. Допустим, мы покинем Баранур. Куда пойдем дальше? На реку Болотом. Как только мы перейдем ее по священному мосту, окажемся за границей, в Яхастане. Там наши преследователи нас не тронут. У нас есть преследователи? Ух, оказывается. Так, Олимпия. Мне тоже интересно, что там такое. Олимпия. А я, Васка, прямо закипела. Говорят, что во время прошлого перехода случилась большая беда. Трагедия, от которой остались неизгладимые шрамы. Но у тебя сейчас полно забот. Вернемся к этому потом. Окей. Короче, так, вернуться. Конечно, Курк. Только найду старого друга. Е-е-е. Все, все, убегаем, господи, из этого проклятого места, из этой... Так, куда? Не туда. По лестнице. Побыстрее, побыстрее. Потому что мне уже не терпится свалить с этого парка. Не то, чтобы он был сильно плохим, конечно, но... Мне кажется, не шибко-то и интересно. Есть очень большие площади, на которых можно ходить. Но тонко от них. Мало очень. Так, все. Идем к этому автоматону. И его запускаем. Я надеюсь, сейчас все получится. Открываем. И сюда, да? Нет, стоп. В сердце, точно. В сердце. Маленькая эта штука. А где этот ключ? В самом конце, да, должен быть? Да. Ой. Удачи мне. Я надеюсь, я не филею сейчас от анимации робота. Все. Достижение X2200. Наверное, так сказала номер. Ну? Он не узнает? О чем я говорю? Он даже... Кейт Локер? Он не узнал. Привет, Кейт Локер. Уже все? Мы можем ехать? Вы уже заменили пружину? А господин Ганса Форальберг, он в поезде? Поезда больше нет, Оскар. И Ганса Форальберга тоже. Простите. Спойеры. Ты тоже можно сказать, что умер. Я установила твое сердце в другую аналогичную модель. И, похоже, сработало. Рада снова тебя видеть, Оскар. Я хотела себе, конечно, робота, но если бы он выглядел так же жутко... Нет. Спасибо. Ты как, Оскар? Я... Я думаю, Кейт Локер, как мне известно, у меня нет функции тоски. Да у тебя, походу, ничего вообще нет. Но, Оскар, ты всегда был талантлив. Поэтому иди толкать левку. Остро нуждается в ремонте. Суставы поражены костно-артритной ржавчиной. Оскар, нужна помощь. Просто толкни тележку. Конечно, Кейт Локер. Это моя функция. И ты что там делаешь? Трактор. Подведем итог и рассказать подробно. Давайте подробно, чтобы я тоже прояснила. Рассказать подробно. Я путешествую с юколами. Понимаешь, они нашли меня полумертвой у реки к западу от Сибири. Ага. Юколы сопровождают миграцию снежных страусов в священные земли, где те размножаются. За нами гонится банда вооруженных фанатиков, которые хотят, чтобы юколы убрались туда, откуда пришли. Но я думала, уже не гонятся, потому что они на корабле. А меня они хотят выдать американским властям из-за множества выдвинутых обвинений. Ох уж эти очки. Примитивный кочевой народ с Дальнего Севера, живущий в симбиозе со стадами струти-унивиз или снежных страусов. По сути, верно. Кейт Уокер. Американская авантюристка, интеллектуально и политически неустойчива и восприимчива к влиянию обстоятельств и знакомств, несмотря на несомненные моральные устои. Ну, пожалуй, что это так, в двух словах. Что ж, чем могу помочь, Кейт Уокер? Мы застряли здесь, в радиоактивной зоне, и должны как можно скорее пойти дальше, пока нас не поймали. Понятно. Но Йоколы и их стадо заперты в трюме корабля, на котором мы прибыли сюда. Тоже знаем эту информацию. Мне нужно отбуксировать кристалл и поднять задний люк так, чтобы стадо страусов могло нормально выбраться. Вот оно что. Вон на том мосту стоит подходящая для работы техника, но похоже, что лишь автоматон может ей управлять. Тут до меня дошло. Нам же об этом говорили, точнее. Насколько позволит это изношенное тело. Нам говорили там серию назад. Мы справимся, Оскар. Поверь мне. Что ж, я помогу, чем смогу, Кейт Уокер. Спасибо. На, но. Спасибо. Кейт Уокер, моя одежда. Я совсем голый. Как неловко. Ободрить, пошутить, отчитать. Пошутить, наверное. Ой, да брось, Оскар. По меркам нью-йоркской богемы ты еще скромно выглядишь. Нет, 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 нет и нет, Кейт Уокер. Мне кажется, у кого-то тоже не чувствую, Марк, как у меня. Я как-то в частности откажусь, расскажусь обнаженным. Конфиденциальность моих механизмов защищена патентами, гарантирующими долговечность изделий Форельберга. Мне нужна одежда и все тут. Оскар, пожалуйста. У меня есть шарфик. Не настаивайте, Кейт Уокер. Я с места не сдвинусь без одежды. У меня есть шарфик, возьми шарфик. Ладно, ладно. Найду я тебе одежду. Самое время. Возьми шарфик. Хотя, мне кажется, это нифига не подойдет. Кейт Уокер, вы нашли мне одежду? Да. Ври. Новое тело, адаптация, парк развлечений. Видимо, не нашли. Я пойду найду тебе одежду. Пока, Оскар. Ладно. Прошу побыстрей. Мои шестерни стынут. Шестерни. Ой, придется искать.